В связи с дотяжением численности населения Тараза 400 тысяч человек, в областном окемате под председательством главы региона были обсуждены корректировки генерального плана города. Так, к примеру, известно, что территория города может увеличиться в полтора раза. Также в городе планируют создать два района. Об этом далее в сюжете. Основные концепции, структура и реализация проекта были проработаны и представлены главе региона. Недавно также состоялось общественное служение по этому проекту. Соответственно, в течение двух недель были получены мнения, предложения горожан по инфраструктуре города и в результате чего представители компании включили требования в проектную схему. Основная цель данного проекта – создание благоприятной среды для жителей, улучшение экономики, создание эффективного механизма управления Таразом. То есть в течение семи лет сельские населенные пункты будут постепенно заходить в состав города, то есть чтобы не было социальной напряженности, не единовременно. На примере Алматинской области у нас присоединение систематически проходит в такой город. И населению за пять лет объявляется, что данный населенный пункт будет ходить в скором времени в состав города. И если у жителей сельских населенных пунктов есть желание жить в сельской местности, они переезжают уже дальше в отдаленный населенный пункт. Для исправления ситуации проектам предлагается вдоль проспекта Жамбулы с южной стороны расположить портальную застройку со всей инфраструктурой, от северной стороны экрана застройку. Улицу Кунаева с северной стороны портальная, от с южной стороны экрана застройку. Улица Аскарова в проспекте Жамбулы до комплекса медицинского учреждения, как в Хватите живой средиэтажной застройкой. Застройка в зонах ареновации будет охвачена строительством жилых домов не более пяти этажей, сохраняя комфортную среду и масштабную сложившуюся ситуацию. По положительным динамикам роста численности населения города, покрытие в схему административного района города и при его достижении 400 тысяч человек на основании закона Республики Казахстан об административной территориальном устройстве, гем-планом сложена административная граница с терением на два административных района. Кроме того, для удобства планировки и логичности архитектурного и социально-экономического развития территории города, она разделена на семь планировочных районов. В свою очередь, глава областной администрации отметил, что проект масштабный и необходимо учитывать препятствия, возникающие при его реализации. Я не зря задаю вам этот вопрос. Вы провели разоснительную беседу с аграриями, чьи земли сейчас отходят к областному центру. Надо все детально объяснить людям, ведь по большому счету это все делается для народа. Теперь необходимо получить совместное решение городского и районного маслехатов. Затем проект будет рассмотрен в государственной лаборатории в течение одного-других месяцев. В нем будет рабочая группа, состоящая из специалистов разных отраслей. За решение встречи Аким в области отметил, что проектные работы на благо города не должны причинять вред жителям. Наимбек Багбанов, Валихан Толгатов, Руслан Садыбаев, Жамбл Ньюс.